Добрый день! Итак, мы продолжаем такую видеолетопись трейдинга в российской юрисдикции рынка Форкс на платформе Телетрейд. За последний месяц все, буквально все предположения оказались верными и принесли прибыль. Это евро против австралийца, это евро против доллара, франк против доллара. Но на одном мы очень серьезно споткнулись, потому что курс фунта стерлингов против доллара очень разнонаправленную динамику показывает. И, к сожалению, в целом, вот мы видим это на графике, в общем-то снижается. Потому что вот неясность вокруг процедуры выхода Британии из еврозоны, дебаты, которые состоялись в парламенте, естественно, британском, многочисленные споры, они все-таки не ведут к тому, чтобы у фунта возникла какая-то определенность. В результате мы спустили примерно две трети нашего успеха. Сегодня, как вы видите, прибыль гораздо меньше, чем была на максимуме, мы доходили до 19%. Но что делать в этой ситуации? Я по-прежнему, закрыв все остальные прибыльные сделки, держу целый ряд позиций по фунту, рост фунта против доллара. Я надеюсь, что на этой неделе я все-таки возьму реванш за поражение на этом участке нашего фронта. Это правда? Что? Ну, не знаю, как сказать, но, в общем, ну, говорят, будто бы, значит, вы объявили войну Англии. А в целом ситуация, которая влияет на валютный рынок, такова. Рецессия в Европе, о которой много писали, рассуждали аналитики и прогнозировали некоторые эксперты, все-таки стала явью. И, судя по всему, основное тут зависит от поведения немецкой экономики. Индекс DAX, что называется, ниже Плинтуса. То есть, в этом году он однозначно отрицательный. Рецессия в Германии влияет на все остальные рынки. Но обретание, во-первых, взаимосвязь с европейской экономикой все-таки всегда традиционно высока. Плюс вот эта ситуация с Брекситом, все это как бы опускает рынки. И, по моим предположениям, парадигма роста, в общем-то, сменилась новым трендом. Это будет тренд бокового движения. Но я думаю, что это будет тренд очень высоковолатильного бокового движения. И, соответственно, на колебаниях валютных курсов можно будет серьезно заработать. Это раз. И второе, что важно, это состояние евро. Судя по всему, Европейский Центробанк намерен минимизировать эмиссию. И вкупе с рецессией, мне кажется, это может серьезно подтолкнуть евро наверх. Поэтому накануне понедельника, в ночь с воскресеньем на понедельник, я к позициям открытым по фунту, по которым я надеюсь, что называется, отыграться. Взять реванш за предыдущие минусы именно по этому направлению. Вот к этим позициям я добавляю позицию покупка евро против доллара США. Я надеюсь, что американская экономика не последует полностью в своем движении за европейской, хотя там тоже падение фондового рынка достаточно серьезное. И с учетом заявлений ФРС и более благоприятного положения, доллар будет снижаться. И, пожалуй, исходя из того же предположения, я все-таки открою позицию на продажу американского доллара против швейцарского франка. Мне кажется, что сейчас статус-кво, который есть на рынке, свидетельствует о том, что доллар начнет снижаться по отношению к франку. Так что открываем еще и эту позицию и смотрим за происходящим в течение, ну, в общем-то, реально последней в этом году, рождественской, предрождественской недели. Они называют нас игроками. Они говорят, что мы зависим от удачи. Они утверждают, что это не настоящие инвестиции. Они отстаивают свои лозунги, получая за это зарплату. Мы получаем прибыль только когда проверяем свои убеждения рынком. Они дают прогнозы, ничем не рискуя. Мы отвечаем на деле за каждое свое слово. Они зависят от своих хозяев. Мы сами становимся хозяевами своей жизни. Мы добиваемся своего, зарабатывая своим умом, наблюдая мир и понимая законы движения на мировых финансовых рынках. Мы торгуем валютой, которой вы расплачиваетесь в магазинах. Мы торгуем компаниями, в которых вы работаете. Мы торгуем золотом, которое блестит на ваших часах. В то время, как вы боитесь неудач, мы учимся на своих ошибках. Поднимаемся после падений и покоряем новые вершины. Мы не боимся потерь. Мы не боимся говорить о наших потерях. Мы встаем на ноги после наших потерь, и мы становимся сильнее. Дисциплина и самоконтроль – наши партнеры. Точный расчет и холодный разум – наши спутники. Мы те, кем вы можете стать. Мы – трейдеры. Точный расчет и холодный разум – наши партнеры.